добрый день друзья добрый день и сегодня мы решили записать еще один подкаст он у нас получился и кухня и камин и другарня все в одной куче мы просто побеседуем сегодня и ответим на те вопросы которые объединим в одну кучу да но это те вопросы которые приходят и наверное самый яркий из них который был задан почему мы такие крутые ходим в астрал ну я даже удивилась почему не в ментал и не в анал но в общем куда там и ходим да и мы не можем предсказать события как закончится на украине что будет с россией что будет вот все вот эти расклады политические которые сейчас мы не рассматриваем почему мы вот еще даже вспомнили когда-то же были три года назад предсказания помнили нам да там про зеленского что он раньше срока уйдет а теперь вроде он на взлете куда он будет уходить но на самом деле еще не вечер господа качели ведь они двигаются вверх и вниз и поэтому когда-то мы предсказывали говорили по коронавирусу и тогда на нас нас вообще был период когда закидали тухлыми яйцами сказали что мы вообще не попали теперь вернемся и прослушайте что мы тогда говорили на самом деле просто сейчас глаза начинают раскрываться и человек просыпается и так в каком обмороченном состоянии сознание я был и как я это все не видел да но на самом деле при этом продолжать не видеть то уже видит поэтому когда нас обвиняют в астрале мы решили поговорить на эту тему потому что в субъективном восприятии астрала как такового нету но если вы себе внутри придумаете астрал так сразу и анал придумывайте это примерно из одного же поля а я бы даже сказала не примерно это по мне так это один одно на самом деле причем без шуток оно действительно астрал это одно и то же просто там вы в объективном восприятии считаете что вы куда-то уходите и вы что-то придумываете и вы что-то предсказываете на самом деле сознание человека все создает и вы можете предсказывать то что создали другие и играть в чужую игру а вы можете создать свое и мы учим в инфодаймге мы очень видите создавать свое это днемся над этим чтобы научить человека заставить поверить то что твое сознание создающий на самом деле кусок большой кусок работы человек привык выносить ответственность это на самом деле вода кто-то стоит варить суп да вот представляете варить суп кто-то а вокруг подходят подходит и туда что-то бросают что какие-то советы еще в этот суд да вот она игра в чужую в чужой суп да и в итоге и суп не тот что человек хотел и и накидали наплевали непонятно чего да и на него ответственность вы не еще вот именно тот который начал ответственность этот суп так может быть рядом поставить свою кастрюлю и варить и показать как ты можешь да и сделать то что ты можешь и проработать то что ты создаешь да и думать о том что ты создаешь на самом деле думать о том что ты создаешь ты лично создаешь потому что где внимание человека там и создание это априори так наше внимание за ним идет сознание за ним идет интерес. И туда устремлено внимание Бога. Там идёт создание. И вопрос, а что мы создаём? И тогда получается управление вниманием человека становится ключевым для создания. В поддержку наших слов давайте рассмотрим такой образ. Вот два человека. Вы идёте по улице. Два мужика на улице сцепились и дерутся. И вокруг них собирается постепенно толпа. Вы можете пройти мимо. Как возле супа. Вы можете пройти мимо и сказать, ну это мужики, вообще я их не знаю. Дерутся они себе и дерутся. Моя хата вообще не при них. И пойти заниматься своими делами. И тогда реальность этих мужиков в вашей реальности и их драка никак не присутствует. И она никак не сказывается на том, что вы делаете и как вы проявляетесь в жизни. То есть получается параллельная реальность. Но если вы вдруг решили приостановиться и посоветовать этим мужикам. Слышишь, ты вот там криво ему бьёшь, а ты ему в морду, а ты ему подпах. И так раз-раз и подходят еще кто-то. Еще советчики, да. И среди советчиков найдутся те, которые вот они уже прямо лезут туда. Подбадривают и лезут туда. И раз им уже в морду прилетело, да, кулачком. И тут же ой-ой-ой-ой-ой, меня ударили, я там то. Я пострадавшая сторона. И завязалась драка толпы. Уже пошла толпа в драку, да, уже добавляются. И в то же самое время есть те, кто смотрит и говорит, слушай, а вон там вот если этих ребят включить, то, наверное, игра будет такая поинтересней. А давай будем делать так. И тогда им можно будет раздать наши палки и дубинки, чтобы они еще фигачились нашими палками и дубинками, да. И тогда раз, и говорят, а вон тот тебя ударил, а вон вот тот, вот тот сделал тебе подножку. И начинается втравливание, да. И таким образом, если мы будем искать виновника, драки. Уже все. Уже забыли про этих двоих дерущихся и не помнят, из-за чего они дерутся. Да, потому что они долго дерутся. Они между собой. Они бы между собой разобрались. Да. Но уже вот эта вот толпа... Она уже подняла все... Все уже, эта толпа подняла свои. Злость свою, агрессию подняла из себя. Уже вся на эмоциях. Она все подняла. Более того, она подняла свои выгоды. Ведь она уже туда сует свои палки. Она уже сюда подставляет тех людей, кого хочется, чтобы побили. Она уже создает. А скажите, ответственность на ком задальше за эту драку? На толпе или на двух дерущихся? Конечно, на двух дерущихся. Да, толпа же она тут ни при чем. А если там еще подвернулись и погибли люди? Ну, конечно, тогда. Это же не толпа виновата. Это же не она их выпихнула. Да. Это же они вдвоем виноваты. Так вот, господа, каждый раз, когда видишь такие вещи, ты понимаешь, что есть моменты, когда имеет смысл переложить и посмотреть, как это в упрощенном варианте, если вы не понимаете в глобальном варианте. И есть момент именно привлечения внимания, зевак, толпы сюда. Потому что если вы проходите мимо, и ваше сознание продолжает работать в создании тех же самых открытий, либо в то производство, на которое вам надо приехать. То, что вам интересно. То, что вам на данный момент, вот вы в этом находитесь. То ваше сознание не участвует в этой драке. А как это? Оно тогда не создает эту драку? А как это вы прошли мимо? Такого не может быть. Значит, надо в тебя плюнуть и сказать, что ты козел. Вот ты такой, да. А ты не на той стороне, не на стороне Василия Петровича. Ты не на стороне Ивана Ивановича. Да, как ты мог пройти мимо? И вот эти все игры, которые разыгрываются, здесь получается, а кто играет в эту игру? А играют те, у кого нет своей игры. И тогда человек придумывает отмазки, чтобы объяснить, почему он зазевался и влез в чужую игру. И тогда человек придумывает, зачем ему надо пойти помахать кулаками. Когда-то, знаешь, в каком году, наверное, в 14-м году был момент, я тогда еще проводила семинары по бесконтактному бою. И здесь собиралась в Минске, очень много приезжал Лавров, и собиралось очень много людей, очень интересных, как правило, бизнесменов. И, кстати, очень умных мужиков много приезжало. Но приезжали ребята такие, ну, я их считала шальными, им некуда было вложить свою буйную энергию, а молодость бурлила, а семья не держала. То есть, вот не было рядом умной женщины, которая могла сказать, так, стоп, ты отвечаешь за тех детей, что ты наделал. И вот потом я узнала, что вот такие ребята после этого, они поехали в Украину пострелять на Донбасс. Ну, вернулись они грузом 200, но для меня был сам подход дикостью. Они поехали пострелять в людей. И вот тогда для меня, на самом деле, это было шоком, потому что из психологии, из классики я знала, что до 5% населения, до 5% людей могут, в принципе, выстрелить в человека. Реально тех, кто могут убивать людей, их 2%, и это психическое расстройство. И более того, вот мы вчера ехали в машине, я вспоминала, здесь, кстати, висит портрет, это отец моего мужа, и он был участником Великой Отечественной войны. Он в 16 лет ушел на фронт и дошел до Берлина. И он про войну вспоминал крайне мало. Он был тяжело ранен в конце, он был очень порядочный человек, он всю жизнь, он вспоминал войну как страшную катастрофу. И он всегда говорил, когда вот с внуками там игрались, и дети вспоминали, там, дед, расскажи про войну. И он всегда говорил, что убить человека невозможно, сложно. Лучше стрелять в сторону, чем в человека. Это человек, прошедший войну. И он там очень много таких вещей, очень практических говорил, что очень часто можно получить пулю в спину. У него был опыт, он прошел этот опыт. И он всегда говорил, дети, давайте вы будете играть не в войну, а в что-нибудь другое. И переключал их. У него находилась любовь, у него находилось созидание, чтобы дети даже вот в эту стезю со знанием не ходили. Чтобы вообще не вспоминать, не то, что там гордиться какими-то геройскими подвигами. Нет, он старался их учить, чтобы они жили без войны. Это человек, реально прошедший войну. И человек, который просто оказался в этих адских условиях. Так вот, когда я сейчас вот эти вещи вижу у молодежи и слышала в 2014 году поехать пострелять, я этого не понимала никогда. Это люди, которые не имеют своей игры. Потому что убить человека, ну как ты убьешь человека? Ты потом себе это простишь? Ты можешь это сделать в моменте здесь и сейчас в пылу, в агрессии, в состоянии аффекта и так далее. Ты этим оправдаешься перед судом. А ты сам себя за час до смерти простишь. И 95% не простят. 95% людей никогда себя за это не простят. Так зачем вовлекаться в ту игру и полыхать злостью к тем людям, с которыми вы вчера дружили, мирно пили кофе вместе, мирно отдыхали, приезжали, наслаждались видами, природой и так далее, ездили друг к другу в гости. Это непонятные вообще вещи. И поэтому следующий шаг, когда нам говорят, сделайте прогнозы, это равносильно сделайте ставки, господа. Вот именно так. Ну ставки уже делают. Смотрите, здесь же целый бизнес. Уже даже акции поднялись, акции упали, нефть подорожала, нефть подешевела. Это же тоже ставки. То есть финансовый рынок, он отреагировал сразу. И поэтому делать ставки, это точно так же остановиться, играть чужую игру. Да, надо. Но суть в том, чтобы ваше внимание было направлено на ваше собственное создание. Если вы уже не можете оторвать внимание от телеграм-канала, так хотя бы переделайте сообщение у себя в голове. Вы получили сообщение, что там плохо. Переделайте, как бы оно было хорошо. Пересоздайте. Для себя. Это вы делаете для себя, чтобы не разрушать свое собственное здоровье. Потому что сейчас мы действительно не можем внимания вообще не уделять туда. Так если уж туда внимание свое уделяем, то значит давайте будем создавать, а не делать ставки, как же это будет. И переживать, и пережёбывать. А сделайте так, как бы вы хотели, чтобы было. Если вы хотите, чтобы там был мир, создайте мир. Если вы хотите, чтобы там восстанавливались дома, создайте. Вот вы видите разрушенный дом. Создайте построенный дом. Новый, красивый. Давайте играть в эту игру. Играйте. Сыграйте в эту игру. Лучше в такую игру играть. Игра в создание, а не в разрушение. Пусть это кажется сейчас нереальным, но на самом деле оно очень работает. Потому что то, что мы ходим сейчас и где-то кого-то обзываем, где-то кого-то обвиняем, это тоже игра. Но она нам более привычна. А давайте поменяем. Вот просто возьмем и поменяем игру в создание. Вот попробуем. И начнем играть в это. Посмотрим, как. Вот лучше в эту сторону делать ставки. Посмотрим, как оно будет. Потому что мы же приводили в нашем подкасте, в предыдущем подкасте, который очень громко называется, что 99,9% человечества смотрят свои экскременты, едят свои экскременты. Но на самом деле это так. Мы опираемся на свой собственный опыт. И если в моменте здесь и сейчас в вашем опыте есть просмотр какого-то телеграм-канала, и вы не можете от этого оторваться и развернуться в создании, то хотя бы в развернутом состоянии создайте опыт положительный, чтобы вы могли отпираться от положительного опыта. Потому что когда вы постоянно опираетесь на отрицательный опыт, вы зарываетесь, как жук-навозник в навоз. И, кстати, вот этот подкаст наш очень сильно переврали. И даже вот ту переписку, что мне присылали почитать, там, где люди обвиняют, что вообще не в тему. Люди вообще ушли от сути и размазали по поверхности. То есть человеку говоришь про Юрёма, он про Фомон. Да, он, да. Потому что он не в состоянии углубиться. Человеку говоришь о том, как создаётся реальность, а человек начинает плавать и говорит, а вы всё равно играете в мою игрушку коллективную. Но что плавает, да. Поэтому и не может углубиться, потому что это не углубляется. Вот вам 99,9% человечества. Вместо того, чтобы задуматься и в голове переделать на положительный опыт, а не зарываться в навоз, а вылезти оттуда и сказать, слушайте, всё, пришло время сеять розы. Так давайте сеять розы. И тогда мы не будем говорить про астрал, который аналог, по сути является аналом, да, тогда мы будем говорить про то, что не предсказание, а прямое создание. Но тогда в создании, так как у каждого человека своя реальность, создаёт каждый человек. И если каждый человек, каждое сознание, в какой-то момент скажет, стоп, я перестаю создавать разрушение, я создаю положительные исходы, и вы увидите, как моментально начнутся мирные переговоры, люди сядут за стол, договорятся, сколько денег будет влито в экономику, договорятся, какие строители, с каких стран приедут работать и так далее. И будут поставляться не оружие, а будут поставляться стройматериалы, цемент. А вот смотрите, опыт нам нужен для чего? Для того, чтобы прожить то, что уже имеем, какой опыт. Или на опыте этого создать новое. Может быть, будем вот так. Потому что, как правило, как мы делаем всегда, у нас есть опыт, ой, я уже знаю, как это будет, оно будет вот так. И делают ставки, да, вот именно, я знаю, как это будет, потому что это уже было тысячу раз, я очень часто это слышу. Так вот, а может быть, попробуем, научимся на опыте, зная, как оно может, будем создавать в другую сторону, другое направление. Будем создавать, осознанно создавать то, что нам надо. То, что мы... Или мы хотим того, что сейчас происходит. Вот задумайтесь, да? Вот что нам хочется сейчас? Если сознание все равно создающее, и вы держите внимание, не можете оторвать. Так вы будете сеять навоз, или вы будете сеять зерно? Да, зачем нам с Наташей делать ставки и смотреть, как оно развернется? Зачем? Если мы осознаем себя сознанием создающим. Мы будем лучше создавать. Поэтому мы учим вас, каждый момент учим вот этому. Всегда учим. Создавайте, подключайтесь. Кстати, сейчас вопросов эгрегоров коснемся. Создавайтесь, подключайтесь. Я понимаю, что сложно в это поверить. Сложно взять ответственность. Сложно. А вы попробуйте, вы люди или вы не люди? Да, вот тоже задумайтесь. Если вы люди, то вы наделены по подобию сознанием Бога. По подобию. И если религия не справляется со своим функционалом, чтобы донести до вот этого вот орущего, коллективного, кстати, религия есть во всех странах мира, но почему-то в это время, вместо того, чтобы утихомирить толпу и чтобы она помогла драке, в нужное русло. А религия в это время наоборот, поджигает и становится на чью-то сторону и раскачивает эти качели. Я вас благословляю, и я вас благословляю. И деритесь, и перегрызитесь между собой. Нет, религия в это время должна сказать, нет драки, ребята, что вы делаете? Вы же создаёте сейчас херню. Вы создаёте вражду. Это против воли Бога. По-любому против воли Бога. Но почему-то религия раскачивает эти качели. Но если она не справилась со своим функционалом, значит, её надо заменить, потому что на сегодняшний день она у государства отъедает кучу денег и не выполняет свои функциональные обязанности. Ну ладно, это не наша тема. Наша тема. Мы, когда рассматриваем человека, мы говорим, у вас у каждого есть своё подсознание. У вас у каждого есть своё зазеркалье. Через ваши зазеркали идут создающие программы. Что мешает создавать? Что мешает поверить в то, что вы создаёте? Эго, ум. Высшее Я — это уже декорации, которые вы имеете в моменте здесь и сейчас, на которые вы опираетесь и которые вы можете осознанно менять. Но через них работает канал интереса и через них создаётся иллюзия линейности времени. Поэтому мы их просто учитываем. И остаётся две составляющих эго и ум, которые конкретно разводят вас на объективную реальность и на чужие игры. Так вот, господа, эго и ум осталось привести в баланс. Для того, чтобы эта система работала в балансе и создавала свою игру. Так вот, наверное, это проще сделать, когда вы видите, как целостно работает система. И когда вы целостным можете быть из целостного, как из единого сознания видеть вообще все игры, тогда надо сделать шаг в зазеркалье. Со своей стороны мы помогаем людям делать этот шаг. Если вам интересно в зазеркалье, вы можете даже сегодня прийти к нам на погружение, мы вам расскажем, покажем и проведём, потому что это всё состояние сознания и самому туда прийти, не запутаться в своих фантазиях крайне сложно. Пожалуйста, вы можете вместе с нами тренироваться, приходить и вместе с нами из этих состояний создавать. тогда хотя бы есть какая-то польза от вашего сознания, не разрушительная, а созидательная. Когда вы хоть раз коснётесь вот этого осознания, что вы, ваше сознание каждого из нас, оно создающее, вы уже это не сможете никогда забыть. Вы уже будете в этом направлении двигаться всегда. Более того, для человека, который всё время жил, как белка в колесе, бежал, 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 он бежал по автоматическому сценарию. Участие вот в таких погружениях оно даёт момент остановки. Стоп! А зачем я бегу? А куда я бегу? А можно ли не бежать? А можно ли вот этот вот барабан, который крутится, заменить на великолепный, красивый мир и увидеть вот этот мир? Вы в раю, господа! И вы бежите, как белка в колесе, и не можете остановиться. Но это же ваш выбор бежать. Зачем? Вот этот момент стопа вы можете опять-таки прожить с нами, посетив Зазеркалье. Сегодня будет туда путешествие, и это о целостности, это о моменте сказать себе стоп, да, я создающее сознание. Более того, это первый предшаг к созданию эгрегоров и работе по тому, как создаются эгрегоры. На тему эгрегоров рассказано очень много сказок, эгрегоры обычно используются для выноса ответственности и для того, чтобы наладить с ним игру. Ой, эгрегор, денег вам не даёт денег, значит, давайте играть в деньги с эгрегором. Типа он вам даст. А то, что вы для того, чтобы иметь деньги, должны работать по интересу и действительно работать, да, творчеством заниматься, совершать действия и так далее, под ленивого вода не потечёт и деньги не побегут и так далее. Вам, вот это вот до вас доходит только в процессе игры с эгрегором, когда вы видите, я здесь ленюсь, а я здесь не ленюсь, а просто так на халяву эгрегор вам ничего не даст. Но на самом деле вот этот эгрегор, который вы создали, это элемент вынос ответственности, вы создали, и сама система соединения людей, персонажей, которые не осознают сами себя и силу своего сознания, и каким образом их можно соединить и завязать в одну игру, завладев их вниманием. Специально паузу сделаю, чтобы вот здесь зависли и задумались, от мобильника оторвались, да. На эту тему мы даже специально поставили тоже коллективное погружение, чтобы полностью дать весь расклад, как происходит создание эгрегора. На самом деле его можно не создавать. ваше сознание создающее эту фазу можно пропустить, потому что коллективное есть в ваших психических структурах, и оно полностью подвластно вам. Есть ли вы индивидуальность? Одно есть ли? Когда? И люди начинают говорить, да всё коллективное состоит из индивидуальности. Вы знаете, весь навоз состоит из экстрем... Этих... Из чернозём. Как у мусульман из глины вышел человек, в глину он и уйдёт, да. Ой, блин, я иногда вот эти религиозные штуки божественностью вот просто читаешь и просто тащишься, как они написаны, в точку написаны. Столько мудростей заложено, которые вот просто невероятно, которые пропущены и перевраны. Так вот, господа, на самом деле вы можете осознанно управлять определёнными процессами, если вы знаете, как это работает. И мы специально вот этих эгрегоры погружения добавили. Оно у нас будет через неделю, наверное, да? Нет, через две. Или через две даже. Посмотрите по расписанию, уже не помню. 28-го, по-моему. Да, 28-го. 28-го. Специально мы добавили даже эту часть, чтобы у человека было понимание. Было понимание. Но если не сегодня, так в записи человек потом дойдёт всё равно. Потому что больше нигде вы этот материал не возьмёте. Это материал, который реально мы достали из глубин психики и разложили по полочками. Как это работает шаг за шагом. И поэтому на сегодняшний день все материалы, чтобы мы не доставали, человек не может опровергнуть. Потому что внутри отзывается, говорит, да, это правда, это знание. Это прямое знание, которое вот оно есть. Так это работает. Хотите верьте, хотите нет. Не дойдёте в этой жизни, не дойдёте через 100 жизней. Но всё равно вы к этому придёте. Так работает психика человека. Более того, на эти все знания можно наложить подобие. Потому что именно по подобию всегда всё работает. Вы можете аналогичные схемы работы видеть в жизни, в реальной, в природе и так далее. Когда, да, вот научился по образу и подобию, то ты просто любую ситуацию уже разложишь. Ты найдёшь себе в каком-то варианте, который тебе будет понятен. И всё становится очевидным, прозрачным просто. Сразу. Это так же, как вот я немножечко вернусь к эгрегорам. Это точно и к индивидуальностям. Это точно так же. Индивидуальность это каждый, каждый в себе есть создатель. Каждый полностью создатель. А теперь смотрите, что такое эгрегор. Это точно так же, как клеточки в нашем теле. Вот каждая клеточка это индивидуальность. А теперь возьмём эти индивидуальности. То есть клеточки начинают соединяться между собой и становиться одним большим пузырём. Как это в теле физическом отразится? Болезнью. Вот. Эгрегор это типа того. Это вероятность развития болезни. А почему болезнью? Потому что клеточки потому что клеточки переродились. Потому что клеточки предали себя. Они уже не клеточка. А они уже клеточка. Да дело в том, что первая травма разделения я и не я, первая травма, которая есть в подсознании каждого человека, это как дважды два-четыре. Это травма предательства. Самого себя. Самого себя. Причём там может быть самого себя, а может быть своего не я. В момент разделения я и не я. В зависимости от того, куда направлено внимание в создании игры. Вы я предаёте или вы не я предаёте? Но это в любом случае травма предательства. Это первое образование игры. А на самом деле, а что лежит под основой предательства? Предательство является под основой того, что у человека нет своей игры. То есть он создаёт коллективную игру. Предательство под основой лежит вообще разделение. В основе разделения. Что лежит? Неценность себя. Неценность отражения. Обесценивание того момента, в который ты находишься. Обесценивание момента здесь и сейчас. Нарушение гармонии, целостности. Нарушение целостности. А целостность нарушается в момент, когда нарушена ваша ценность. Идёт обесценивание какой-то части. Это знаете, на примере, если взять по подобию, то ваша правая рука обесценивала левую руку. А левая рука сказала, я так же важна, как правая рука. И всё. Я не я. И у вас левая рука делает своё, правая своё. Или дерутся две руки. Или дерутся две руки. Или как в анекдоте это про эту девочку, которая к золотой рыбке говорит. Рыбка, рыбка золотая. А сделай мне большую руку. Сделала. А сделай мне большую ногу. Сделала. А сделай мне большую нос. Сделала. А другая девочка просит рыбку, дай мне дом, там принца, А в словах можно было? А в словах можно было? Да, вот так можно было? Можно было. Поэтому вот это всё о разуме, и это всё об образовании игры. И таким образом, если мы смотрим в глубины совсем психики, вот эта точка старта, точка запуска игры, осознанная точка старта, её надо осознать по-любому, если вы хотите управлять процессами какими-то в своей жизни. Потому что ваша жизнь отлична от жизни всех других. И в вашей жизни присутствует только то, что вы способны воспринимать. А как вы это будете воспринимать? В любви, в радости, в злости, в обиде, в гневе и так далее. Это уже игровые моменты. Это уже погорелый театр пошёл. Так вот, первично получается, самая-самая точка – это когда правая рука обесценила левую. Я по привычке показываю на левую руку и бью по правой руке. Потому что я привыкла, что мы всё время с Ириной работаем в зеркальном отражении. И уже никак не изменить. Вот это полностью зеркало всё время работает выстроенное. Так вот, господа, если вам вот эти все моменты интересны, вы уже заметили в инфодайнинге, мы специально выстраиваем всю цепочку, и мы говорим, что потом те, кто будет проходить этот путь, всё равно они сначала начнут и будут идти весь путь. Потому что нельзя вырвать кусок. Вы не можете вырвать кусок и вот травму предательства разложить и не прийти к ценности себя. А это всё напрямую завязано с вашим здоровьем физическим. Это всё напрямую завязано с вашими отношениями. Это всё напрямую завязано с вашим проявлением и с вашим счастьем вот в этой жизни. Вы пришли в рай. Вы играете в раю. Так играйте и кайфуйте. А не убивайте и не стреляйте. Зачем? Смысл в этом не работает. Внимание. Внимание. Научитесь управлять своим вниманием. Да-да-да. Это очень наше внимание, оно бесценно. Это самое бесценное. Но когда мы говорим осознать вот эти моменты ценности себя, осознать, как осознать? Вот как осознать не даёт ни один гуру, ни один учитель, ничего. Почему у нас получается долгий путь? Потому что у нас везде как осознать. Мы проводим цепочку именно ведущую к осознанию. И когда мы ведём человека, когда вот сам идёшь и человека ведёшь, то у каждого включается своё осознание. Когда вы читаете наши книги, у вас получается, случаются осознания. Сперва идёт то, что мы осознавали, вы это уже понимаете умом. Но у вас на этом есть вероятность, что случится своё осознание более глубокое. И тогда вы тоже проделываете этот путь развития. А потому что у вас другие программы сработают. Да-да-да, вы за своё. Вы за своё. Да. И это уже... И никогда никто не учил человека вот этим моментом, как осознавать. Нету такой науки осознания. Нету такой науки, которая бы говорила об озарениях. Вообще три года назад, когда ещё инфодайинга не было, и мы ещё занимались гипнозом, и не понимали, что инфодайинг и гипноз отличаются как... Гипноз – это закат, это засыпание. Инфодайинг – это рассвет, это пробуждение. Это абсолютно разное состояние. Но инфодайинг шёл за гипнозом. То есть гипноз был начальная ступенька к переходу к парасомнабулизму, к активному, потом к пассивному. Так вот, когда мы шли за гипнозом и осознавали вот эти все вещи, мы просто приходили к тому, что человека никто никогда не учил осознавать. Никто не учил озарением осознанным. То есть всегда считается, озарение – это дар небес. Это Бог послал мысль. Какой Бог? Да тот, который где-то на седьмом облачке. Где-то седьмое облачко, откуда к вам приходит озарение. Хорошо, там в интернете труды Натальи Петровны Бехтеревой переврали и сказали, даже Бехтерева говорила, что сигнал в ум приходит снаружи. Ну, конечно, сигнал из разума для программы ума будет считаться наружным. Потому что ум – это не разум, это разные психические структуры. И они даже… Ум даже с интеллектом связан только опосредованно, через опосредованную связь, но не через прямую. То есть вот эти вот моменты, они… Их никто нигде не раскладывал. Поэтому, когда нам вот пишут, откуда вы это взяли, у какого ученого вы это… Какого ученого вы вставите в свои научные работы и так далее. Как только мы говорим об ученых и кого вставить и так далее, это значит, ты не из единого источника брал. Это значит, ты уже взял на поверхности. Это значит, ты уже развернут лицом к тому, что ты произвел или произвел этот ученый. В том-то и дело, что нас учат в школах думать, как думает тот писатель, как думает тот ученый, как думал тот ученый. Учат именно так. То есть думать чужие мысли. Думать и пережевывать чужие слова, чужие знания. Чужие зрения. Чужие зрения. Именно направляют даже. Тут ты неправильно сказал. Вот он сказал вот так. А ты ошибся. Ты не так слово поставил. А смотрите, вместо того, чтобы учить именно, вот как я и говорю, опыт. Можно пользоваться опытом двумя способами. Значит, вот есть такой опыт и никак по-другому уже не будет. То есть я уже знаю, как будет. А есть другой способ, когда есть опыт, и ты уже знаешь, как это могло быть, но ты можешь создавать. То есть ты идешь как бы развернут к свободе. Там, где нет. Там, где есть полностью белый лист, где ты создаешь. А мы привыкли как? Быть повернуты спиной к этому белому листу и все время перечеркивать старый опыт, писать заново, опять там пережевывать, пережевывать и размазывать. Вот так же у нас на самом деле и много трудов написано. Так ремаука на чем? Суть размыта, размазана, да. Суть размыта, размазана. Все. И мы постоянно лопать. И потом там уже сути не найдешь никогда уже, просто ее добиться не можешь, кроме как в самом себе. И человек привыкает вот так же жить и думать точно так же, как эти ребята, которые размазывали суть нашего подкаста. Вместо того, чтобы просто вникнуть, вникнуть, суть она проста. И вместо того, чтобы вникнуть, человек мажет по поверхности. И между прочим, вот это мазание по поверхности и размазывание чужих мыслей, чужих идей, они знаете, к чему глобально приводят? На этом построено все наше образование, на этом построена наука. Сейчас жестяк пойдет. Вот я хотела сказать, что у меня тоже идет. Наука учит людей лгать. Потому что в тот момент, когда вы начинаете брать чужой труд, перелопачить его, состыковывать еще, состыковывать еще. Это что? Вы не в себе находите знания, вы не испытываете осознаний, вы не испытываете озарений, вы перевираете чужие мысли, и таким образом вы лжете. И школьное обучение, сейчас даже пример приведу. Это обучение, моя школьная жизнь. Я закончила школу, у меня были за каждый год, 10 лет образования было, за каждый год у меня был похвальный лист. У меня только по поведению не проскакивал. По всем остальным у меня шло отлично, отлично, отлично. И вот у нас была учительница русского языка и литературы, она крайне не хотела, чтобы я была журналисткой, а у меня в то время был такой порыв. И она просто давала тексты, тогда диктанты присылали не из Минобра, а тогда еще учителя сами давали, диктанты выбирали, и она давала тексты с авторскими знаками. И она, вот я помню, последний диктант, который мы писали на годовую отметку, она выбрала диктант по Достоевскому. И там было очень много авторских знаков. И, а я Достоевского тогда крайне любила. Вообще, это был мой любимый автор, потому что он очень глубоко психологию разбирал. При этом, вот если я сейчас на него смотрю, то, конечно, я бы его так уже не любила. Но в то время он, конечно, отражался. И вы знаете, к чему приводили вот такие изыски учительницы, когда она старалась? Нет, я поставлю тебе четверку. Я дам авторские знаки. Если ты расставляешь их правильно, да, как по грамматике требуется, она говорит, нет, ты не чувствуешь, как чувствовал автор, не знаешь, как автор, все, четверка. А тебе хотелось же пятерку, да, у тебя везде были пятерки, а я человек целеустремленный. Я просто пришла перед диктантом, я знала, что она будет давать по Достоевскому. У меня было начало фразы и конец фразы. То есть я знала, какой абзац. Так вот, из книги Достоевского я четко нашла тот абзац, подготовила тетрадку, списала, расставила все авторские знаки и все. Чему учила учительница? Получи ложь. Я получила свою пятерку, да, на лжи, потому что учительница обучала лгать. И так обучает школа. А на самом деле, о чем говоришь? Что этот учитель жил чужими мыслями. Однозначно. Для нее важно было, если она берет что-то, то должно быть именно вот так. И она этому и обучала детей. То есть она сама лопатила все время чужое. Она жила чужими мыслями, чужими правилами, не своими. То есть вот оно предательство тоже себя. Это предательство себя, да, это уже продолжение. Это о ценности себя, это обесценивание себя. Момент, когда ты живешь чужим. А теперь поговорим о размазанности сути, да. В науке, в медицине тоже самая суть размазывается, да. А скажите, какая болезнь сейчас прогрессирует? Вот каких детей рождается больше всего сейчас? Не то, что больше, их растет количество. Вот именно тех, кто размазывают какашки, аутизм. Аутизм. Психические расстройства. Что происходит, когда обучение идет не обучению создания, да, а перелопачивание чужого. Чужого, чужого. Вот оно выражается во что. И потом рождаются больные дети, потому что они уже обесценили себя, и они пытаются таким образом показывать миру. развернись к себе, увидь себя, потому что ты уже вообще размазан по наружному контуру. Мы видим это в отражении. Их много, значит, мы уже видим самих себя, что мы производим, что, во что мы уже пришли, к чему. Общество больно. Эти детки нам показывают это. Общество заражено. И единственный вариант, это вернуться к себе, начать осознавать. И тоже интересный момент, когда человек начинает осознавать, вот сейчас много вопросов задают на тему, ну вот я осознаю, зачем мне эта болезнь нужна. Болезнь выключится? Нет, не выключится. А знаете почему? Потому что у вас есть целый сценарий под эту болезнь. И вы этот сценарий написали сами, и вы сами его будете проживать в автоматическом режиме. И вот этот режим робота-автомата... И пока не проживете, да, пока не осознаете, вы не закроете это. Вы будете... Одно дело осознать, другое дело надо выключить автомат. И смотрите, что сейчас происходит. Благодарность Украине и России. Великая благодарность. Разрыв всех связей. Летят все связи, все подряд. Вот сегодня конкретно по бизнесу мы разговариваем, говорим, платежные системы, все накрывается, все выключается. Все, что уже было автоматизировано, поставлено режим автоматом, и мы уже расслабленно жили, да? И людям было комфортно. Убирается. И буквально в течение двух-трех дней программисты пишут те программные продукты, которых ты добивался от них по полгода-год, и говорил, ребята, почему в Беларуси не принимается карта МИР? А это было уже лень, уже им и было лень. Зачем, если есть виза? Да, да. А сейчас все. Три дня и все есть. Становимся создателями заново. Заново все пишут, когда вопреки идет. И тогда надо сказать спасибо, потому что это служит развитию. Благодарю, да. Да. Это благодарность, потому что это служит развитию роботов-автоматов, у которых начинает включаться осознание. Это только одно спасибо. А давайте вернемся к благодарности. Когда включаются сердца людей, открываются те люди, которые ходили, ворчали, недовольны, у них не было игры, у них была единственная игра в поликлинику, а теперь к ним приехали беженцы, и они могут заботиться о чужих детях. Они могут открыть им сердце и подарить им свою любовь. Юху! Благодарность? Благодарность. А среди приехавших все ли благодарны? Подумаешь, какие-то там 500 евро нам дали подъемных, а мы-то приехали, все оставили там. Вы нам должны. Это такая благодарность? Вот оно вот. Вы нам должны. А если задуматься, ребята, вы нам открыли сердце, открыли дома, есть благодарность? Есть. Аналогично по Беларуси написали на Ютубе. Ну и что, что Беларусь поддержала и на Чернобыль запитала электроэнергией? Тоже мне тут типа помогли. Это благодарность? Вот оно. Ребята, надо везде говорить благодарность всем людям. Находить благодарность. А мы не привыкли находить благодарность. Мы привыкли находить изъяны, чтобы быть недовольны. Мы же всегда недовольны. Всегда мало, всегда что-то. Вот оно. А направление, опять-таки, внимание в благодарность, в тепло, в любовь. Все выстраивается. Как только вы направили внимание в благодарность и любовь, вы создали, вы создали благодарность и любовь. Все, вы их видите в отражении. И теперь смотрите, как-то до игры меняется. То мы будем болеть на самом деле. Мы будем болеть и общество будет разрушать самого себя. Это как тело наше. Это одно тело. Мы одно тело, единое тело, клеточками которого мы являемся. И если мы не осознаем этого, то мы будем разрушать себя. Если мы не будем в благодарность направлять и во внимание, в любовь, в благодарность, то мы будем разрушать себя. И вот смотрите, мы сейчас вот проговорили этот подкаст, да? Мы что-то сложное сказали? Было ли что-то сказано вот в этом подкасте непонятно? Мы все говорили простыми словами. Мы все говорили, мы даже эмоцию включили, чтобы быстрее доходило и трогало сердца. Да? Скажите, есть ли те люди, у кого осталось вот такое состояние, блин, как будто переворот, взрыв в голове. Я еще отмотаю, пересмотрю. А есть те, кто вообще ничего не понял. И вот смотрите, оказывается, благодарности, благодарности надо учить со школы. Надо менять школьную программу, чтобы с первого класса. Еще с детского садика в сердца детей входила благодарность. Их надо научить, тепло, их надо научить благодарить каждый момент здесь и сейчас, благодарить себя и благодарить окружающих людей. Это должно быть введено в школьную программу. Без этого общество не станет человекообразным. Или человекоподобным? Человекоподобным. Пока хотя бы человекообразным. Я бы сказала человеком даже бы. Общество не станет человеком. Действительно, тем, Потому что пока даже не о разуме идет речь, пока идет речь о завершении безумия. Потому что человек это создающее сознание, оно осознанное. А вот на самом деле оно теплое, оно в любви. Это вот это слово человек. И если мы будем говорить о людях, разумных, и если мы будем говорить о том, что мы завершаем старые игры с благодарностью, и мы создаем новые игры через любовь, то мы будем говорить о другом обществе, совершенно о другом обществе. О обществе создания. Обществе, отвечающем за свою жизнь. И тогда, тогда вы не представляете, это все общество, там вся экономика будет выстроена по-другому. Там вместо налогов будут благодарности. Там будут свободные экономические территории. И начнется этот процесс в Беларуси. Господа, как не крутите. Песочные часы, песочные часы между Азией, Россией и Европой, Америкой лежат через Беларусь. Горлышко, точечка. И просто здравый рассудок сюда приведет. Он скажет, вот свободная территория здесь, первый офшор здесь. Офшор, это даже неправильное название. Первая зона разума. Первая, земля богов. Ну, когда говорю, земля богов, ходят придурки и ржут, говорят, тоже мне боги нашлись. И вот смотришь, и вот как в племени папуасов вообще говорить на такие темы. Но это же не мы эти темы придумали. Вы почитайте, 2000 лет назад эти темы были подняты. Просто они были обрезаны, и они были... Ну вот суть была убрана. Убрана суть. Размазана. Размазана. Суть размазана. Вот что получилось, к чему пришли. К чему пришли. Так сейчас это приходится повторять, чтобы мир не уничтожил друг друга. Чтобы попался в меселеку. И тогда поговорим, да, о парадоксе. Тот, который мы сейчас наблюдаем. Именно вот если мы начнем смотреть на ту ситуацию, которая сейчас в мире происходит, мы будем смотреть на нее со стороны благодарности и именно видеть, что что эта ситуация нам дает в благодарность. Благодарность, да? создание. Наконец-то мы можем, не можем, а мы сами себя заставим, по-любому заставим создавать, потому что разрушена та платформа, на которой мы были, автоматически работали, жили автоматически, как автоматы. Нам придется создавать. Когда-то в первой книге «Инфодайм над сознанием» я описала свой сон. Он был в 2018-м году или 2019-м году. Нет, 2019-м. 2019-й год. Это про разделение платформ. Вот когда я просто увидела ночью, как видение, разделение. Вот две платформы, вот как два космических корабля, они расходились. И был мостик какой-то, и были люди, которых мы переводили, 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 и в какой-то момент расстояние увеличилось, мостик упал, потом платформы разошлись, и уже на расстоянии, за стеклом, мы увидели огромный взрыв такой. И мы понимали, что и в эзотерических учениях описано, что сейчас будет разделение платформ. Будет часть людей, кто пойдет играть в будущее, и будет часть людей, которая вернется играть в прошлое. И нам было интересно тогда, а как же произойдет это разделение реальностей. вот это вот в прошлое и в будущее. Да, то есть тогда это был сон. Ну как же, земля-то одна, земной шар один, либо все погибнут, либо все пойдут играть вперед. А сейчас становится очевидным. У каждого своя реальность. Вы видите, как субъективная реальность начинает набирать обороты? Есть люди, у которых война, есть люди, которые... Сколько людей ушло от ковида? Сами себя запугали и сами себя убили, да? Сколько людей ушло, ушло, ушло. Куда ушло? Назад ушло. Переигрывать ушло этот период. И они просто не подошли к моменту, чтобы вступить в будущее. То есть сознание не прошло сквозь вот эту стеклянную стену в будущее. Почему не прошло? Не соответствую я внутренней составляющей. Нет развития сознания для того, чтобы сделать вот эту ступеньку. И развернутость назад. И поэтому назад, в будущее они полетели. И лишь малая часть людей, которые действительно осознают в себе, подключатся вот к этому разуму, осознают в себе человека разумного. И тогда через благодарность они завершат вот игру на той платформе и перейдут на следующую, потому что переход идет сейчас. Корабли скоро будут отстыковываться. Ну вот это, кстати, твой сон. И я сейчас очень четко вижу вот абсолютно, абсолютное подобие то, что я говорила про то, что опыт, есть опыт, но на нем есть два способа развития событий. Это когда ты проживаешь этот опыт, тысячу раз, потому что ты, оно так будет и никак по-другому не будет. Ты смотришь только в этот опыт. Оно так будет и никак. Вот оно, назад уходят люди. А есть те, которые на опыте, а я это знаю, значит, я уже это знаю, значит, я буду по-другому. И создают. Вот это переход на другую платформу. Вот оно. Это уже сознание создающее. Оно уже осознанно. Но тогда надо тренироваться, создавать. Вот сейчас, вот почувствуйте, сейчас именно тот момент, когда даже хочешь, не хочешь, а уже ты, чтобы вернуть свое, даже тот уровень, который ты уже был у тебя, ты уже привык к нему, да? Тебе по-любому надо двигаться, создавать. Ну, или не создавать, тогда ты откатываешься назад, на 30 лет назад, и живешь. Вот оно. Да. Вот прям сейчас так, вот прям очевидно становится. И снова приходишь в эту точку, и снова откатываешься назад, и снова, и снова, и снова. Потом, откуда у меня столько дежавю? Да, вот откуда дежавю? Вот оно, дежавюшки. Потому что мы как в зеркале, рассыпаемся, рассыпаемся каждый раз. Если вам интересно вообще увидеть, и прочувствовать, прожить на себе, как идет вот этот процесс рассыпания, как работает за зеркалью, добро, пожалуйста, наловать сегодня с нами в погружение. 20.00. Сегодня в 20.00 будет это погружение, подключайтесь, и вы просто проживете это на себе. Более того, вы увидите, насколько важную функцию здесь играют эго, ум, высшее я. Насколько по шагам важно движение, как рождается предательство, как, как, как. Вы из глубины это один раз проживете, и у вас уже будет свой опыт, и тогда наступает точка невозврата. Человек говорит, нет, я хочу только вперед. А есть те, которые говорят, блин, это все очень сложно. Мне нравилось, вот Советский Союз, 60-е, там было классно. Тогда назад. И это выбор. Но здесь хотя бы хоть какая-то осознанность есть. Мы за то, чтобы человек стал, вспомнил в себе Бога и стал создающим сознание. Мы все создатели. В нас, в каждом, есть целое. Что только нам мешает быть создателем? Лень. Это даже не лень. То есть, именно, вот эта вот ступенька, мы каждый раз идем на более высокое я, более высокое я, более высокое я. И мы идем по ступенькам, и в тот момент, когда мы останавливаемся, да, лень, мы начинаем деградировать, и мы начинаем идти вниз. И тогда жук с кораблей набирает свои обороты. Разворот – это лень. А лень – это обесценивание себя. И предательство себя. Потом уже пошла ложь, потом уже пошло выкручивание, но уже все, пошли страхи, и пошло, и поехали. Кстати, меня все время удивляют профессиональные психологи, ведь им же, когда они работают с человеком, вот это развернуть в психике, это 90% успеха в работе с клиентом. Но я смотрю, что не догоняют. А потому что психология построена на чем? Когда человек придет в психологию, ему это интересно, действительно интересно, он там расширяет. А если человек приходит в психологию, ну потому что, допустим, там династия у нас такая, или это престижно, или там деньги, ну такое, то этот человек будет лопатить старые труды чьи-то, и поэтому и нет прогресса, и человек, выпадая к психологу, на самом деле, может очень сильно вляпаться. И на этой прекрасной ноте мы приглашаем вас сегодня к нам. В 18 часов у нас будет стрим, как всегда, мы ответим на ваши вопросы на канале Наталья Зайцева на YouTube, он прекрасно работает. Для тех, кто хочет принять участие с нами в погружении, пожалуйста, заходите на платформу Сабришин, оплачивайте. Работает BePaid? У нас платежная система, как при покупке авиабилетов. У нас все работает, со всех стран сегодня платежи проходят. BePaid отчитался. В течение двух-трех дней заработает и карта МИР тоже. И там еще какие-то опции дополнительно заработают. То есть на сегодняшний день и США, и все страны полностью могут нам оплачивать. Вот оно, создание пошло. Кроме того, завтра у нас начинается курс здоровья. Подключайтесь, потому что эти курсы не повторяются больше. Курс из глубины, есть еще три свободных места, подключайтесь. Это тоже программа, которая подойдет дальше. Ну там три места, но там же больше еще есть. Ну да, там будет еще. Пожалуйста, три места, когда мы работаем. С отработкой. Три места с отработкой, остальные без отработки. Кроме того, уже сейчас можно регистрироваться, уже открыт доступ, регистрация на другие наши программы и на курс ценность себя. Ваш выбор, если вы хотите двигаться, развиваться и все-таки вспомнить, кто вы есть на самом деле, добро пожаловать в инфодайинг. Так или иначе, инфодайинг будет стучаться во все окна и двери и придет в вашу жизнь, потому что в какой-то момент в человеке должен включиться человек. До встречи, друзья. До встречи.